Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети, но прежде чем мы начнем обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Иногда жизнь преподносит нам сюрпризы, которые напоминают скорее сюжет приключенческого фильма. Новые хозяева старых домов часто в тайне мечтают найти где-нибудь на чердаке или в подвале сундук с сокровищами. Что ж, именно это произошло с супругами из США, которые пожелали остаться неизвестными. Об удивительной находке рассказал пользователь соцсети. Мужчина поделился, что он и его семья живут в доме 40-х годов, который они приобрели несколько лет назад. Хозяева уже сделали ремонт на первом и втором этажах и приступили к наведению порядка в подвале. Когда мужчина снимал старый потолок, то обнаружил в одной из них небольшой зеленый чемоданчик. Он сразу же позвал жену и вместе они принялись обследовать находку. Сначала супруги подумали, что внутри спрятаны старые газеты, письма или фото. Что ж, газета действительно там лежала, датированная 25 марта 1951 года. Кроме нее, пара нашла в чемоданчике несколько свертков. Когда хозяева их открыли, едва не потеряли дар речи. Внутри одного была пачка 20-долларовых купюр, в другом – 50-долларовых, а в третьем – стопка банкнот номиналом в 100 долларов. Но на этом история не закончилась. Спустя неделю хозяин дома нашел в подвале еще один чемоданчик. Второй куш оказался еще солиднее. Там были купюры на сумму 45 тысяч долларов. Урегулировав все юридические и финансовые вопросы, пара перевела деньги на банковский счет и погасила с их помощью ипотеку. Добавим, что с давних времен люди закапывали или прятали свои сокровища, чтобы уберечь их от посягательств воров и грабителей. Иногда они не возвращались за своими пожитками, которые оставались ждать своего часа, долгие годы и даже столетия. Наиболее ценные вещи обычно находятся там, где ты их никогда бы не стал искать. Частенько случается так, что во время ремонта обнаруживаешь предметы, которые можно продать за безумные деньги. Если же сотрудники коммунальных служб занимаются прокладкой новых труб, то порой они откапывают целое состояние. Вот, например, Сарина Дженнингс и Клинтон МакКолум из Аризоны также купили разваливающийся дом и отдали его на растерзание строителям. Те нашли в стене 500 тысяч долларов наличными. К сожалению, для новых владельцев деньги пришлось отдать наследникам бывшего владельца дома. А вам судьба преподносила подобные сюрпризы? Расскажите нам об этом в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.